Мои слова будут обращены к сторонникам правящего в Киеве политического режима. Вы называете ополченцев Новороссии сепаратистами, террористами, наемниками и боевиками. А то, что устроила киевская власть на Донбассе антитеррористической операцией. Запомните раз и навсегда. На юго-востоке Украины идет русская национально-освободительная война. В ходе этой войны восставший русский народ Донбасса с оружием в руках отстаивает свое неотъемлемое право на самоопределение, а также свободное установление политического статуса. Данное право закреплено в двух базовых документах ООН. В Международном пакте о гражданских и политических правах, а также в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Для тех, кто не знает, напомню. Оба документа основаны на всеобщей декларации прав человека. Захватив власть, украинские националисты третий год проводят на Украине политику геноцида в отношении русского населения. Русских убивают, сажают в тюрьмы, запрещают говорить на родном языке и называть себя русскими. В этой ситуации священная обязанность каждого русского человека, где бы он ни находился, встать на защиту своего народа, если потребуется, то и с оружием в руках. Все ополченцы, приехавшие на Донбасс из России и других стран, являются добровольцами, членами русских повстанческих армий Донецкой и Луганской народных республик, а следовательно, комбатантами. Восставшие против киевского режима русские республики имеют в вооруженном конфликте на Донбассе статус воюющей страны, на которую распространяется право вооруженных конфликтов в том же объеме, что и на признанные государства. С точки зрения международного права, каждый военнослужащий республик, принимающий участие в боевых действиях в составе вооруженных сил, имеет в этом качестве особый юридический статус – комбатанта. Наступит день, и правящий на Украине политический режим падет. И каждый, на чьих руках есть русская кровь, будет призван к ответу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова